Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии. Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии. 8 часов фото. US Navy. Американских военных на десантном корабле на Нормандский пляж Амаха во Франции. 6 июня 1944 года. Фото. US Navy. Москва. 6 июня. РИА Новости. Андрей Станавов. Почти 3 миллиона солдат, 13 тысяч самолетов и 7 тысяч кораблей равно 75 лет назад. 6 июня 1944 года. Союзные войска высадились в Нормандии. Дивизии генерала Дуай Тейзенхуэров грызлись в укрепленное побережье. Преодолели позиции гитлеровцев и широким фронтом двинулись на восток навстречу Красной армии, рвущейся к Берлину. О самой масштабной десантной операции в истории войн, получившей название «Овлорд», в материале РИА Новости. Гости с моря. Нельзя сказать, что вторжение войск коалиции стало неожиданностью для немцев. Его ждали, оно витало в воздухе. Но точной информации о силах, месте и времени не было. Несмотря на колоссальное количество войск, англичанам и американцам удалось добиться высокой степени скрытности их подготовки и переброски в район высадки. По всей Южной Англии мужчины направляются к побережью, писал в своем дневнике британский школьник Даниэль Кокс в конце апреля 1944 года. В Саутгемптоне войска. Военные лагеря на каждом свободном клочке земли. Вокруг города зенитки и прожекторы. Лихорадка вторжения захватила всех. AP-42. Немецкие пикирующие бомбардировщики Юнкерс У-87. Нормандский берег в те дни прочно оседлала немецкая группа П, состоявшая из 7-й и 15-й армии под командованием генерал-фельдмаршала Эрвина Рамиля. В общей сложности 38 дивизий, три из которых разместились непосредственно на участке вторжения. С воздуха рубежи контролировали полтысячи бомбардировщиков и истребителей. Кроме того, южное побережье Франции и Бискайского залива прикрывала группа Г 1-я и 19-я армии, всего 17 дивизий. Войска опирались на мощную систему береговых укреплений под названием Атлантический вал. Прорывать его союзники решили одновременно в двух зонах западной, где должны были высаживаться американские войска, и восточной там действовали англичане. Западная зона включала два, а восточная – три участка, на каждом из которых предполагалось высадить одну усиленную пехотную дивизию. Во втором эшелоне оставались одна канадская и три американских армии. День Д. В общей сложности к операции «Овелорд» готовились более трех месяцев. К концу мая 1944-го основную массу десантников стянули в район сбора, откуда их начали поэтапно выдвигать к местам посадки на суда. Фото – паблик-домейн бомбардировка авиации артиллерийских береговых батарей на Пуэнт-Дюок. Всего той ночью в небо поднялись более 2,5 тысячи бомбардировщиков, методично утюживших артиллерийские укрытия и траншеи. Впрочем, несмотря на массированные удары, существенного ущерба укреплением гитлеровцев авиация не нанесла сказалась маскировка. 6 июня, ровно в 6 часов 30 минут утра к побережью подошел морской десант. Первые две волны немцы сумели отбить, и лишь к вечеру союзникам удалось закрепиться в 10-15 километрах от берега, захватив стратегические переправы через реки Дуфьорн. Это позволило приступить к выгрузке основных сил. Фото – паблик-домейн войска американской 1-й пехотной дивизии. Пляж Амаха. Утро 6 июня 1944 года. Фото – паблик-домейн. Высадка войска американской 1-й пехотной дивизии. Пляж Амаха. Утро 6 июня 1944 года. Плоское дно боржей коснулось французской земли, вспоминал в мемуарах военный фотограф Роберт Капа. За металлическими ежами, торчащими из воды, виднелась тонкая линия берега, затянутая дымом. Вот мы и в Европе, вот нам и. Изи Рэд. На мою прекрасную Францию жалко было смотреть. Она выглядела убогой и неприветливой, а немецкий пулемет, поливавший огнем боржу, окончательно испортил впечатление. Солдаты из моей боржи спрыгнули в воду. Они шли по пояс в воде, с винтовками на готове, и вместе с заграждениями и дымящимся пляжем составляли отличную композицию. Я на минуту задержался на сходнях, чтобы снять первую настоящую фотографию десантирования. Следующие два дня захваченный плацдарм стремительно заполнялся свежими силами. Собравшись в ударный кулак, союзные войска развернулись в наступление и к 19 июня захватили город Канн. На этом их продвижение застопоривается. Немцы оправились после первых ударов и стали блокировать все попытки прорваться дальше. Высадка американских военных на десантном корабле на нормандский пляж Амаха во Франции. 6 июня 1944 года. Не прорвав ее сходу, союзное командование развернуло масштабное наступление с фланга через территорию Голландии. За полгода боев экспедиционные войска заняли Италию, пробились вглубь Германии и освободили несколько стратегических укрепленных районов. 25 апреля 12-я группа армий вышла на Эльбу и соединилась с передовыми частями наступающих с востока советских войск. Высадка в Нормандию считается самой крупной десантной операцией за всю историю войн. В ней участвовала 21-я группа армий, 1-я американская, 2-я английская и 1-я канадская армии, в составе 66 общевойсковых дивизий, из них 39 дивизий вторжения, 3 воздушно-десантных дивизий. Фото Малых десантных кораблей типа Через Ла-Манч в направлении Нормандии. Фото Переход малых десантных кораблей типа Через Ла-Манч в направлении Нормандии. Это 2 миллиона 876 тысяч военнослужащих, около 11 тысяч боевых и 2,3 тысячи транспортных самолетов. Для переброски использовали 7 тысяч кораблей и судов обеспечения. Хотя высадка союзников сыграла важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, Основным фронтом Второй мировой войны оставался советско-германский, где воевали самые боеспособные подразделения противника. По мнению многих историков, союзники намеренно тянулись открытием Второго фронта и в итоге начали операцию Аверлорд лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной Армии на советско-германском направлении. 5 мая, 8 часов совсем о сатанеле, почему советские боевые пловцы приводили немцев в ужас.